Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1, время вышло! Здесь Панчбоб ужасный живёт, и тебя, конечно, найдёт. От него не скрыться, если ты водица, он на сушу только не идёт. Держит страхи весь подводный мир, уничтожил как-то пять верзил. Дом из ананаса, там бывает часто, спит, пока будильник не звонит. На яхте одной картон стоял, в воду глядел и случайно упал. Не опустился на самое дно, тут совсем не страшно и светло. С рыбами играет и кидает песок, и попал случайно он, спал шпакл в бок. И не заметил и радостный дом забегать, чтоб узнать, кто в нём. Дверь закрылась сразу за ним, и его скрутили тугим. Жгутом повернули, как запульнули, на диван и еле живы. Начал он ползти, как червя, к выходу, но губки кулак. Дорогу прекратил, и вновь его накрыл, чтоб не делал больше он там. Есть планета, где все девчонки не стоят, они там в сторонке. Травят сами и не пускают пацанов и их избегают. Главная там кошка Кэтнепа, сильная и очень свирепа. У неё подруга такдеет, вместе с ней планеты владеет. А вместе с тем у нас коты с собаком раздумают, как найти вход и туда пройти. Лестницу построили и потом заспорили. Первый, кто туда пойдёт, их девчонкам попадёт. Ну а девочки сверху на это глядят, видят, как двое лезут и тяжко пыхтят. Посмеялись и смеют, захотели видос. Любопытные, как разобьют свой нос. Лестницу они оторвали, от земли и их поджидали. А мальчишки лезут усердно, ведь девчонки так милосердны. Но не тут-то было, друг, чую, всё шатается и дрейфует. Лестница с мальчишками вместе, ведь девчонки на этом месте. Взяли и её оттолкнули, поцелую воздушной пульнули. Тайна той девичьей планеты, не раскрыта героев метод. Над котярой эксперимент приставит доктор очень секретный. Провода какие-то оковы, подключил коту он и полду. Дал ему и тот отключился, через час уже изменился. Тело выросло и гигантом, стал он огромным мутантом. Кресло он развалил, приборы все побил. Доктора он к стене прижал, и как во сне кот растёт и кренится. Дом и всё изменится, развалился на куски, только это пустяки. Кот огромный взрывел, доктора он поймал. И орёт на него, чтобы он превращал его прямо сейчас же обратно в кота. А не то его прихлопнет без труда. Доктор бегает и хлопочет, и похоже что-то находит. Пузырёк котяре приносит, выпить его он очень просит. Выпил кот всё сразу до капли, но случились новые траблы. Стал он очень злым, но огромный, он такой же и неуёмный. Разгромил он всё, что увидел, доктор этого не предвидел. Но вдруг кот уменьшился разом, и исчез практически сразу. Бот себя любил очень-очень. Клон свой сделал довольно точный. Из пульта он им управляет, и на кнопочки нажимает. А потом залез в него даже, и взлетел в опасном бираже. Прилетел он к Хаги доволен, ведь ему звонит без контроля. Хаги ему открыл кот, его сразу сбил с ног. И тут в стену бах влетел он только так. Киборгу так весело и на куролесил. Он всю квартиру разгромил, Хаги зря ему открыл. И когда кот свалил, Хаги начал пыхтеть. Над проектом работать и к утру успеть. Сделать тоже себе супер-киборг костюм. И придумал одну фишку ему. Сделался он просто гигантским. Не было все это напрасным. Он теперь котяру накажет. Только выйти как-то подскажет. Он в дверной проем не проходит. И в окно пролезть не выходит. Стену он пробил и несется. И коту уж точно пробьется. Так же он вошел через стену. Кот проснулся, врубил сирену. Хаги офиг он заломает. И костюм он уничтожает. В школе появился автобус. И теперь у школьника бонус. Первый, кто в него залезает. Тетерком домой уезжает. Ждут все окончания урока. Вот звенит звонок из-под скоком. Все несутся, шибая ваты. Лишь бы сесть в автобус азатом. Но он не простой, тьма в нем живет давно. Жил он одной мечтой, как бы сожрать кого. И мечты сбываются, двери закрываются. Все внутри него галдят. Очень ехать в нем хотят. По дороге летит злой автобус. И тут он свернул не туда, но всем пофиг жуил. А не жвачки и чипсы. Вдруг тормознул. Пожирать или все двери распахнул. За окном еще тот пейзажик. Вызывает кучу мурашек. Все притихли и не выходят. Тут автобус, мотор заводит. Начинает быстро сжиматься. Места нет, в салоне боятся. Все и с криками выбегают. Ну а он сбежавшись жирает. Только лишь один смог укрыться. И сбежал, как вольная птица. И быстрей добрался до школы. Видите, три автобуса новых. Нагетт в цирк однажды пробрался. Сразу там замаскировался. Шапку он надел, как у помни. И шагает в комнате темной. Но тут дверь внезапно открылась. И рога в нее валилась. Нагетт совсем не растерялся. На глаза ей сразу попался. Она его зовет. Помни, бегом вперед. Там Джакс попал в беду. Как-то застрял в пруду. И не может выбраться. А там рыба-хищница. Хочет ногу откусить. Их скорее уносить. Нужно Джаксу он, помни, на помощь зовет. Видел, как она плавала раньше. И вот, помни, Нагетт стоит на краю пруда. И рога-то ему плюкнула туда. Как там плавать, Нагетт не знает. А еще он весь размокает. И разбух, как мокрая губка. Джакс хватил рога-то за руку. Выбрался, а Нагетт не знает. Делает что, но вдруг он чихает. И вода обратно вся влилась. Тут же шапка с него свалилась. Джакс рога-то не понимает. Помни, где, и сразу сбегают. Ну, а Нагетт вылез из пруда. И пошел опять он кому-то. Как тропа жиратель вертолет Отправился в свой первый полет. Сверху наблюдает, кого схватит не знает. Спустился познакомиться и вот К нему все с удовольствием бегут. Рычажки и кнопочки в реку. Только у Катнепа мордочка свирепа Его подозрения гнетут. И вертолет зовет всех летать. Как я знаю, где места занимать. Несутся и первый прыг вертолет. А Катнеп стоит и не идет. Место подзаря скурил, начал взлетать. И одновременно звуки стал выпускать. Тут поняли все, конец им пришел. Хорошо, что котик не ушел. Он подпрыгнул из своих всех сил. Рад раскрыл и дым свой пустил. Растал из вертолета, не даст ему полета. И тот полетел вниз без сил. Захрапел и он, и все, кто в нем. Спят и видят самый сладкий сон. А Катнеп потрачет, всех друзей он тащит. За ждолета так отремлет он. Как тропа жир. Мистер Сайрон в тачке катался. И во все, что видел, врезался. ГТА в реале устроил. Пешеходов круто он троллил. Накатался и бросил тачку. И идет домой он в раскачку. А машина вся развалилась. Зло внутри нее поселилось. Части все собрала, к себе приклеила. И по следам пошла. К Сайрону в дом пришла. А он на диванчике спелые бананчики. Кушает не зная обед. А теперь ему привет. Нива шлет, пробираясь к нему прямо в дом. Газанула ей дверь, выбила кувырком. Сайрон сам отлетел, ничего не поймет. А машинка уже рядышком встает. Руку, как нему, ртон зажала. Счастье наконец испытала. За собой его потащила. И ему с волна отомстила. Газ прибавила до упора. Проскочила два светофора. Ну а Сайрон рядом несется. И боится, что вспотекнется. А потом, как затормозила. Сразу же ее закрутила. Сайрон весь зеленый от страха. И прощенья просят бедняга. Даггетт был один в упаковке. Очень резвый, выпрыгнул ловко. Шляпу он сорвал с одной куклы. И пошел к компьютеру гуглить. Где живут такие кусочки? Всех нашел, собрал в узелочке. И бегом искать и помчался. Вскоре бедный ему попался. Наггетт к нему скорей, но тот совсем не рад. Не нужен конкурент, ему и он назад. Развернул там наггетса, запретил он пялиться. На него и сам ушел. Ну а наш дальше пошел. И как только он наггетсы все находил. Прогоняли его, он опять уходил. Не осталось совсем, кого надо найти. И не знает он, куда ему идти. Он сидит на улице ночью. И вдруг слышит, плачет так точно. Он идет искать, кто же это. И вдруг видит два силуэта. Наггетт там сострял под корягой. Чуть не раз ломила беднягу. За руки другой его тащит. Но достать не может и плачет. Наш бегом к нему помогает. И корягу вмиг поднимает. И теперь втроем они ходят. И всех танцем с песней заводят. Кот попал в одну переделку. Взял из дома свою корелку. И хотел разжечь он кострище. Но спалил он чьё-то жилище. И его под белые ручки Взяли за забор из колючки. Посадили и дверь закрыли. Нету справедливости в мире. Кот захотел сбежать, сбросился полкопать. Когти свои сточил, колени стёр до дыр. Но он не продвинулся, на спину откинулся. Ну а сверху на него смотрит пёс улыбкой. Во! Он к решётке такой, очень важный приник. И охранника крикнул, и только возник. Тот как-то с его лапой ударил одной. И забрал заветный ключ от двери той. И замочек сразу открыли. А охранника посадили. Камеру осабили гонка. К выходу идут потихоньку. За углом всё та же охрана. Телек включенный от экрана. Они даже не отлипают. Когда рядом трое сбегают. И уже когда убежали. Кот и пёс, то все поставали. С мест и объявили тревогу. Только поздно, всё по итогу. Кот.